Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро всем, кто нас сейчас слушает. И в эфире программа «Личное утро». Это личное утро ведут сегодня Ольга Авдевич, я Рита Трошкина, наш звукорежиссер Евгений Копеин и гостья у нас сегодня со своим личным утром очень интересная Лариса Сумбаева. Это искусствовед, режиссер, преподаватель. Я могу еще очень много добавить сюда эпитетов к ней, потому что ее лекциями и рассказами по искусству заслушиваются, копируют их, записывают очень разные люди. Мы сейчас попробуем из нее тоже вытащить какое-то вот что-нибудь такое самое-самое интересное. Доброе личное утро, Лариса. Доброе личное утро. Именно личное. Именно личное утро. Говорим сегодня о личном, а в это понятие что включается у нас? Все? Ну, практически все. Личное – это все. Это ты сам. Личное в такое время, в таком возрасте, с таким именем, с таким списком послужным. Это личное утро. Все, что не делаем, это все личное. Вот-вот про список. Огласите, пожалуйста, весь список. Весь список. На ликероводочный. Весь список. Ну, я сегодня думала, с чем ты идешь к людям. Мне очень хотелось, если мы приходим, то мы приходим с чем-то. Вот мое внутреннее такое ощущение, что мне 63 года, и что за это время очень много в жизни случилось и произошло, и я неожиданно для себя, я вдруг сделала определение счастья. О! О, как мы начинаем личное утро. Вот личное утро с определением счастья. И счастье для меня, ну, как бы оно ни звучало, может быть, кажется, вам не совсем. Счастье – это познание. То есть в мир настолько многолетний и настолько сложный, что я получаю неслыханное наслаждение, когда я что-то открываю. Когда я открываю что-то в искусстве, что-то в живописи, что-то в политике, что-то. Люди, да, которые тоже как открытие. И вот если у меня такое открытие не совершается в день, то день как-то прожит бессмысленно. И каждый день не совершается? Абсолютно, Рита, абсолютно каждый день совершается, потому что ты настраиваешься на то. Если вот какая-то фраза не прозвучала в день, очень важная, то день как-то бессмысленный. А вот из каких-то последних в ближайшее время открытий, вот что особенно ценно было? Ну, я всё-таки занимаюсь искусством, и для меня это очень важно. Почему? Потому что искусство – это способ выражения себя самого. Через себя самого ты открываешь этот мир. В искусстве, в современном, сейчас столько много таких вещей, люди не понимают его. Они считают, что это только деньги, продажи и так далее. Мне кажется, что современное искусство сегодня помогает человеку познать себя самого. Можно сказать, что ты сталкер такой между людьми и миром искусства, который им неизвестен? Слушай, совершенно однозначно. Причём, это однозначно так. Причём, почему я и переживаю очень сильно по этому поводу, потому что я высказываю свою точку зрения. То есть, с одной стороны, есть типовой набор, мы всё знаем, открываем телефон и читаем про любого художника. А вот что ты внутри чувствуешь и с чем ты пришёл? И поэтому для меня это очень важно. Вот рисунка какая-то, запятая, и говорят, ну и что ты хочешь этим сказать? Сделан какой-то фильм. Зачем я буду это смотреть, если меня это не касается? Ты даёшь им то, через что ты проходишь сам. Вот пока ты сама, я пока сама не пройду через какой-то свою такой отбор материала, я ничего не начинаю. Я когда скажу тебе одну вещь, вот для меня какой-то лейтмотив, от которого я отталкиваюсь, были блоковские слова. Ну вы все знаете. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный, тусклый свет, живи ещё хоть четверть века, всё будет так. Исхода нет. Умрёшь, начнёшь опять сначала и повторится всё как встали. Ночь, ледяная лябь канала, аптека, улица, фонарь. В известном смысле это очень хорошо, но в известном жизнь меняется. И ты должен начинать каждый день по-новому, ты должен искать что-то. Понимаешь, всё время какой-то поиск, и всё время вопросы, и очень немного ответов. Если я сама не ищу, тогда с чем я иду к людям? И вот я им предлагаю, например, какую-то вещь, вот ищу. В чём смысл бытия? Я вот сказала, счастье, познание. Они собираются на лекции, я раскрываю что-то, они говорят, нет, мы не согласны. Я говорю, замечательно. Давайте не соглашаться. Давайте смотреть, давайте искать. Ну вот, а поле деятельности колоссальное. У меня предметы получились от первоначально литература. Вот давай сначала, может быть, начнём. То есть ты начала, чтобы не запутать никого, чем ты занимаешься, Лариса? Ты начала, твоя первая специальность – это учитель русского языка и литературы. Да, потрясающий учитель. Мы знаем очень много людей, которые учились. Ученики их боготворят просто. Это мне повезло с ними. Они считают, что им повезло с учителем. Что такого ты делала на этих уроках? Это давно было? Это было очень давно, я уже даже не помню, от Рождества Христова очень давно. А сейчас со многими просто в друзьях. Они не просто друзья, они выручают меня в разных ситуациях. Сейчас я больше ученица, чем они, потому что я могу прийти, ааа, 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 сейчас сяду в тюрьму, например. Он говорит, не сядешь. А если сядешь, знай, что директор тюрьмы – наш ученик, например. Такая вот ситуация. Нет, литературу я открывала вместе с ними. Понимаешь, вот ты приходишь, ты начинаешь читать, ты понимаешь, что никого не берет это. Ну, не трогает. Оставляешь. Мне когда-то один человек очень умный сказал, что лучше не преподавай Льва Николаевича Толстого. Если ты не готова сделать его шедевром, если ты не готова сделать этого писателя на всю жизнь, тогда не преподавай. Не читай стихи. Помните было, не писал стихов и не пиши, лучше выйти на травку, подыши. Но если ты что-то делаешь, ты должен оставлять, ты такой плевок в вечность. Не делай плевок в вечность. Делай что-то такое, чтобы легло. Литература для меня – это всё. Это было всё. Потому что это был театр. Вот всё, что мы учили, Грибоедов, Горе от ума. Ну, кого ты сегодня Грибоедовым зацепишь? Мы это ставили. Маяковский клоп ставили. Баня ставили. Ревизор ставили. Это было, конечно, дико смешно. Знаете, какой самый смешной эпизод? Здесь приходит какая-то комиссия большущая, и, значит, мне говорят, ну, давайте, вы будете показывать урок свой. Я всё приготовила театрально и гамлет. И все сидят, а у меня нет креста. Ну, нарисовать крест как-то нет. Вот гамлет, лаерт, могила, крест. И я своим детям говорю, ну, что такое нет креста? И вдруг комиссия стоит, ждёт, когда я пущу их в актовый зал, и вдруг они видят четверо мелких, ну, таких, наверное, семиклассников, несут крест. Тяжеленный крест могилы. Ого. То есть где-то брошенный крест, где-то кладбище там заброшено, и они несут этот крест, такие могильщики, приносят в актовый зал. Начинаем спектакль, я такой рукой взмахиваю, и вдруг в зале крест проваливается, вот сцел такой, ба-бам, грохот, пыль, и здесь монолог. Это наружно не придумывается. Нет, наружно не придумывается. Это режиссёрская нахота. Замахнулись на Бильяма нашего Джона. Замахнулись круто. И было так смешно, ну, так трепетно, и они так играли. И я считаю, что это лучшее. Не вообще чему-то учить, а проходить через себя вот это всё, знаешь. Поэтому я когда театром занималась в этот период, я была самой счастливой женщиной на белом свете. Слушайте, у нас звонок. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Алло. Доброе утро, Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы такой специалист в области литературы. Вот как вы считаете, вот какие книги надо прочитать, чтобы считаться, так сказать, более-менее образованным человеком? Каких авторов, например, ну и приблизительно сколько книг? Почему я спрашиваю? Потому что я вот недавно слушал Михаила Велера, он сказал, нужно десяток книг прочитать. И, ну, только выбрать надо, какие. И это вполне достаточно. Как вы считаете? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот такой вот вопрос. Нет, я так не считаю, что нужно прочитать десяток или двадцаток, или сотни. Просто нужно читать. Ну, день должен быть с чтением. Можно я с ним или... Да, 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 уже можно снять. Просто нужно читать. И, кстати, плохие книги тоже надо читать и дочитывать, потому что, знаешь, вот это мне не нравится, вот это мне нравится. Их должно быть очень много. Просто день без чтения – это прожитый день напрасно. И я не знаю, нужно ли читать Фёдора Михайловича Достоевского, допустим, вот в это тяжёлое время, потому что он усугубляет настроение, делает его более грустным, но без Достоевского как-то чего-то другого нет. Мне кажется, что классику надо читать всегда. Причём, знаете, иногда как? Не от начала до конца, ну, трудно прочитать «Войну и мир» от начала до конца, вот взят, даже перечитывая. Ну, ты открываешь страницу и читаешь, и наслаждаешься словом, слогом. То есть я думаю, что Гаршин, например, выпал Гаршина. Мне очень нравится Гаршин. Я его перечитываю регулярно. Я перечитываю Куприна, например, очень люблю Куприна. Вот я считаю там, что это может быть поэзия, совсем не обязательно только большие какие-то произведения монументальные. А грамотным человеком это очень много должно быть, очень много собраться вместе, и это не количеством определяется совсем. Веллер тот же, большая умница. Но то, что он читает, я не читаю, например. Я не знаю, как ещё ответить на этот вопрос. Просто читать. Причём книгу. В зависимости от своих. И листать странички. Вот ещё их перелистывать рукой, ручкой, ручкой. Так, на кончике пальцев. Ну, сразу вопрос, продолжаю. Есть мнение, что книги вообще скоро себя изживут и исчернуты, останутся такой электронный и так далее, да? Согласна? Нет, не согласна. Вот я не согласна. Совсем не согласна. И дело в том, что сейчас, вот я в первый раз в этом году, я получила, за долгое время, получила подарок книги. Причём, знаешь, такие старые, с листочками закрученными, например, последняя была жизнь старых московских дворян каких-то. И книжки, такие уже прошедшие определённую жизнь, я считаю, они не изживут. Книга – это что-то другое. Это как произведение искусства теперь, да? Произведение искусства. Ты его берёшь, прикасаешься, ты воображаешь, кто-то её читал, что это проходило, или даже никто не читал. И это совсем другое. Потому что электронный, у меня голова очень болит, я не могу читать электронные книги, может, я не научилась. Хочется полистать. 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 И улечься, и уснуть с книжкой на лице. На лице. Например. А из последних каких-то, вот может быть, из современной литературы какое-то открытие, то, что легло на душу? Нет, я скажу так честно, мне иногда очень хочется почитать современные, но поскольку я всё-таки читаю лекции, то я очень много читаю мемуарные литературы, мемуары, очень много. И по искусству. Она связана, эта литература связана с искусством кино, например. Ну вот чей мемуар, например, сейчас осваиваете? Сейчас, меня просто подарили мне эту книгу, и я читаю Ван Гога. Ван Гога, двухтомник, такой прямо слово в слово, вот ты садишься, там и письмем, всё, что можно было в Ван Гоге, и плюс, ну это мемуары, плюс размышления других людей, плюс высказки, такая большая, большая история Ван Гога. Она как-то всё время заставляет перевернуть сознание. Ты преподаёшь Ван Гога, уже все, слово Ван Гог стало таким, знаете, как на кульках пишут, Ван Гог, картины и так далее. А вот есть какая-то другая точка зрения, я очень люблю это всё. Читаю её бесконечно, много, но вот всего прошлого, всего прошлого. Сейчас читаю «Ямпольский» и «Кира Муратова», например. Мне очень нравится Муратова и нравится в сегодняшнее время только по одной причине. Она никаких политических вопросов не решает, она решает вопросы человеческой жизни, она рассказывает о смешных людях, смешных ситуациях и безумно красиво, как художник, решает эти вопросы. Вот «Ямпольский» вот эта книга о Муратовой лучшая. А вот мы с литературы прикинули мостик к кино, личные какие-то пристрастия в кино, режиссёры фильмов. Это бесконечный вопрос. Я сначала... Личный набор, как говорят, «На необитаемый остров», какие пять фильмов возьмёшь с собой? Можно я сразу вставлю пять копеек свои про Ларису Сумбаеву? У нас в гостях сегодня Лариса Сумбаева. Она филолог, культуролог, искусствовед, режиссёр, преподаватель и режиссёр в том числе. Лектор. Я думаю, что да. И читает лекции. Да, доктор-лектор, как она говорит. И просто очень хороший и тонкий, очень тонкий человек. Можно я перед тем, как ответить на твой вопрос пять фильмов, я скажу такую вещь. Вот что такое Бог? Да? Вот такие сложные темы. Счастье – это познание, а Бог – это вдохновение. Вот когда-то в моей жизни случился Бог. Случился, может быть, странно. Я сегодня могу с позиции 63, могу сказать, потому что первое образование – филология. Потом я пошла заниматься искусством очень так относительно Эрмитажа, школа при Эрмитаже. Я проучилась, это второе. Потом меня перекинули театрально, театрами немножко занималась, потом, странно, в 50 лет мне стукнуло в голову, что я так истасковалась почему-то, мне очень трудно, я не знаю, куда идти дальше, я пошла в институт кино. Мне стукнуло 50 лет, я поступила в институт кино. Но понимаешь, это всё переходит одно и другое. Литература, театр. Ну всё же взаимосвязано. Пик – это живопись, и как пик – это кино. Поэтому ты спросила про кино, наступила на любимую мозоль. Потому что кино хорошее, это хорошая живопись. То есть любой режиссёр, для меня тогда режиссёр, когда я могу видеть картинку, помимо того, что я слышу, что он говорит, историю, помимо этого я слышу и понимаю, я вижу картинку. Вы посмотрели, например, на какую-то картину, ну, допустим, возьмём Рембрандта, стариков, да, мы берём, мне ничего не надо говорить, я могу час стоять и смотреть на этого старика, на его морщинки, я могу представить, пофантазировать, кто он, что он, и могу ничего не знать о картине. Но вот кино должно быть же таким же. То есть кино просто больше, больше и меньше, чем картину, не знаю. Но это множество картин, это как галерея. Поэтому для меня режиссёр номер один, номер один – это Антониони, потому что это всегда об отношениях… Красота. Да, и красота. И об отношениях людей, и о поиске себя. И это всегда немножко зелудновато, это длинно. Но это есть предмет для размышлений. Но Антониони как бы типово вроде бы, да, все говорят, вот Антониони, как Феллини. Знаете ли я сказать, вы знаете, я люблю Феллини. Я всё время спрашиваю, а что ты Феллини любишь? Сладкую жизнь? Чтобы сказать, я люблю Феллини, Феллини – это как лекарство. Антониони тоже как лекарство. Это не просто там пища, которую быстро съел. Это очень-очень глубоко нужно размышлять. Я, например, Красную пустыню обожаю, да. Это полусумасшедшие люди. Вот она такая прям сдвинутая. Вот Антониони очень-очень люблю. Но я очень люблю Висконти. Насколько тяжело воспринимается, насколько тяжело читать Висконти, это даже не передать словами. Я недавно читала эту лекцию и вопрос зарождения фашизма. Вот даже слово, фильм называется «Гибель богов». Вот понимаете, это так страшно, гибель богов. И Висконти – это герцог и коммунист. Ну, извините, это что-то такое очень важное. Даже если мы ничего не говорим, мы говорим, мы говорим, что итальянец, герцог, коммунист и гибель богов. И всё. Кино должно, оно должно заставлять размышлять. Вот. То кино люблю. Которое заставляет меня думать, которое мне не нравится иногда. Мне очень тяжело иногда смотреть фильмы такие тяжёлые. Я, конечно, я люблю Тарковского. Но не всё, но Тарковский для меня – это Рублёв, Андрей Рублёв. Почему? Потому что образ сумасшедший в этом фильме – это всё. Я вот как прикованная сидела, смотрела, что происходит с людьми. Вот. Ну, такие все имена очень-очень такие известные. Но, скажу вам, мне нравится такой очень интересный человек – Акира Курасава. Вот я люблю Акиру Курасава. Почему? Потому что очень добрый. Доброе кино. Вот доброе. И визуально такое сильное. Ты не можешь ни влево, ни вправо идти. Вот ты попадаешь в ореол, вот в это кино, и ты вот так весь в нём. И Акира Курасава – это, конечно, сказка. И есть у меня ещё один. Ну, поскольку в сегодняшнее время люди ищут, хотят избежать одиночества, и хотят найти себе пару, или хотят попасть в какое-то общество, где они не чувствуют своё одиночество. И с этой точки зрения я очень люблю фильмы «Вонг Карвай». Вот есть такой «Вонг Карвай». Южнокорейский. И он снимает любовное настроение, где нет никакого, никаких сцен там чуть-чуть переходящих, где всё в рамках твоей фантазии. Вот если на экране появляется поцелуй, например, да, поцелуй, он должен быть либо таким, чтобы я сидела на стуле и улозила, либо его не должно быть вообще. Да. У нас сейчас перерыв небольшой на рекламу, после этого мы продолжим. Напоминаем, что в гостях у нас сегодня Лариса Сумбаева, искусствовед, режиссёр, преподаватель и вообще очень интересный человек. И мы говорили о фильмах, а в следующей части мы спросим Ларису Сумбаеву о тех фильмах, которые она сама снимала. Продолжаем программу «Личное утро». Сегодня у нас «Это утро» с Ларисой Сумбаевой, искусствоведом, режиссёром, преподавателем. Я ещё сразу скажу, что она ведёт, проводит такие лекции по Риге. Она очень много знает по истории и культуре Риги, что за ней ходят хвостиком просто сначала там несколько человек, а потом толпы. И всё это лично через себя пропускает. И про каждый дом она может рассказать поэму. А какой любимый район в Риге, Ларис? Ну, я, знаешь, как все прочие, мы начинаем город с чего-то. Вот Игорь Болинский, который у вас тоже всё время бывает, он как-то меня сподвигнул к тому, чтобы я рассказывала про Ригу. Сначала был центр, старый город, потом возле старого города. Но сейчас другая вещь у меня, в Пардаугово, например. Например, в Пардаугово есть дом, который построил человек с четырьмя классами образования, грубо говоря, не имеющий архитектурного образования. Вы знаете, что рижские дома – это фасады. А сзади там уже неважно, что. Перед такой, а зад такой. Так вот, в Рижском Пардаугово есть дом, у которого фасад просто уникальный, с террасой, где сидел Николай II. Это что за дом? Ага, ага. Ага, не рассказывай. Ага, ага, нет. И ходите на экскурсию. Да нет, конечно. Нет, там экскурсия. Это Номитня 45. Вот эту первую ещё половиночку её почистили, и там роскошные скульптуры, там великолепная дверь, покрашенная коричневой краской, как в советское время, такой глухой коричневой краской, которая вообще жуткая. Но с другой стороны этого дома – великолепные террасы. И там до сегодняшнего дня, я не знаю, кто там живёт до конца, точно не знаю, не могу зайти, неловко. Сидит женщина, недавно летом мы были в таком атласном халате, ему штук с сигарой, пьёт кофе и говорит, ну, я там привожу, показываю людей, она говорит, говорите, говорите, это стоит того. Вот так сверху откуда-то. Это стоит того. И она там курит и так далее. Роскошнейший дом. Мариса, а как вот этот факт, где ты отрыла, как ты выяснила, что именно на этой террасе Николай II? А вот знаешь, ну, во-первых, первое – это Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – это город, который является для меня библиотекой. И вот всё, что я хочу, например, узнать про Карлес и Залы, я отправляюсь в Петербург. И в Петербурге читаю в архивах. Вот я нахожу в архиве какие-то материалы. Вот ровно так же я этот дом на Номитню 45 нашла не у нас, не здесь, а в архиве в Петербурге. Вычислила практически. Ну, понимаешь, как ты… Я даже не могу девочке сказать, это так, слово цепляется за слово. Ты вдруг задал вопрос, кто строил этот дом. Читаешь фамилию архитектора. Начинаешь искать, ага, Петербургская школа там, ага, ещё что-то. Ну да. Ага, время такое-то. И Николай Ставыков… Очень интересный процесс, правда? Вот открытие, то, что называется счастье. Вот то, что называется счастьем. И потом ты думаешь, Господи, какой тебе благодарю Богу за то, что я это могла открыть. Понимаешь? Насчёт правды. Знаешь, вот такая ситуация. Кто-то скажет из гидов, Лара, а вот правда ли это? Я даже не моргну глазом даже, не моргну глазом. Всё, что имеет позитивное такое влияние на людей, это хорошо. Ну, кстати, в Пардаугове, в Троицком храме там иконы, да? Которые тоже царская семья подарила. Да. Ну, вообще этот храм… По близости дом. Этот храм, в этот храм деньги вложил Николай II. Для того, чтобы был противовес, это всё-таки не русский, не православный район, но при этом там есть совершенно замечательные и лютеранские церкви и так далее. Помню, церковь методистов, называется как-то так. Она тоже конца XIX века. И этот храм, он шатровый, вот этот верхушечка, шатрообразный. И это заплатил деньги Николай II. Ну, надо же как-то к этому относиться. Вот ходить с Ларисой Сумбаевой по улице, даже просто разговаривая на любую там бытовую тему или пойти попить кофе, это значит, вот идёшь мимо кого-то дома, она говорит, а тут жил палач, а вот я знаю такую историю, на другой фасад показывает, там ещё всплывает какая-то история любви. Это просто бесконечный, потрясающий разговор. Но я хочу в Москачку вернуть тебя. Вот пара долговых, хорошо, но сколько лет ты занималась изучением Московского района, вот того экскурсии проводила там, там уникальная тоже церковь, да? Тоннель любви. Связанная. Тоннель любви, да, это я очень люблю. Расскажи, пожалуйста, вот как ты нашла следы Маяковского и Лили Брик? Ой, это, понимаете, какая история? Любой, чтобы мы не говорили про город, ты либо хочешь знать, либо не хочешь. А если ты хочешь, я говорю всегда так высокопарно, Бог открывает тебе двери, потому что вот эта церковь всех святых, церковь всех святых, совершенно дивный настоятель этой церкви всех святых, ну просто дивный, потому что любит то, что он делает, любит людей. И когда-то эта церковь стояла полупустая, и вообще, да не когда-то, ещё мне, наверное, было 30-ней какой-нибудь, когда её закрывали, там замочек висел, а внизу в этой церкви был колоссальный архив. И не было, есть там сложные какие-то тетрадки, какие-то ещё что-то такое. И вот информацию эту я нашла в дневнике женщины, которая была вот в этой церкви, прихожанкой. То есть пошла в этот архив? Да, мы когда-то, я думаю, что отец Макар ещё не был. Пошла в этот подвал? Вот этот подвал мы мыли церковь, мне безумно жалко было эту церковь. Она была пустая, сейчас он её сделал роскошной. А в своё время там было всё разбито, и мы мыли полы, ну как-то, я не знаю, мне к ней такая любовь давно была. Заходили, там ещё иногда вырывается этот замок, и открыто было, такое тоже было время. И я вот нашла тогда эту тетрадку, а тетрадка прихожанки. И вот там эти были надписи, записи. А потом я нашла у Маяковского рисунок. Никакой не рисунок вот этой церкви, силуэт. Церковь-то похожа, в общем, друг на друга, но всех святых церковь особая. Она особая архитектура. И вот нашла у него рисунок на полях. Это на улице Католю. Да, на улице Католю, да. И вот ты приходишь туда, и ты начинаешь там изучать с людьми, показывать что-то. Рита, даже дело, знаете, девочки, дело даже не в том, знаешь ли ты историю. Ты, конечно, знаешь, в каком году открылась церковь, кто там был, какие там иконы. Мало-помалу ты это изучаешь. Дело даже не в этом. Дело в том, что просто вот люди, которые с тобой идут, задача одна. Такая простая. За что я получаю деньги, кстати. Рати, подними голову вверх. Все экскурсии сводятся к одному. Первый этаж – это ноги и магазины. Второй этаж обычно жили хозяева. А всё, что ты хочешь получить для души от Бога, подними голову вверх. Потому что у меня такой парадоксальный был момент, когда я говорю, а вот здесь, на этом доме, такая-то скульптура, сделанная там Августом Фольцом в такое-то время. Он на меня смотрит, человек, и говорит, Лара, я живу в этом доме 25 лет. Нет там никакой скульптуры. Я говорю, ну, давай уже, ну что, пойдём. А может, я уже, всё-таки я много чего-то там читаю. Поднимаем голову, он говорит, боже. Никогда не видел. А в чём сложность? Там ангел. Ангел грязный. Ну, покрыт слоем пыли. Его почти не видно. Ну, он прям вот над... Он говорит, ну, быть того не может. Не замечал. Не замечал. Когда мне хотелось сделать фильм, первая моя мысль была в фильме, что он должен был, там, ангел сделать так, чихнуть, полететь и там пролететь. Ещё сделаешь. Давай закончим про Маяковского и потом перейдём к фильмам. Ну, Маяковский, Маяковский такая... Во-первых, это очень любимый мною поэт. Я его очень люблю. И поэтому я отслеживала, где он был в Риге. Куда он ходил, где он ел, где он пил, где он теоретически мог быть. И моя бабушка, моя бабушка, маленькая такая кнопочка, она прорвалась как-то на концерт Маяковского, который был на Альберта, правда, не московского, попала на концерт, и она рассказывала такую вещь. И потом я услышала ещё, и в исполнении какого-то ещё человека, тоже бабушка ему рассказывала, когда Маяковский приехал, он побрился, почему была очень недовольная Лиля, прямо вот этот момент. Побрился, вышел на сцену, белый костюм, шляпу снял, бритая голова, и что-то начал говорить, и вдруг полетели яблоки на сцену. Ну, кто-то был не очень доволен его присутствием. Он так стоял, и бабушка моя говорит, я помню до сих пор, он медленно-медленно наклоняется, яблоко поднимает, и в ответку. И вот кто-то из зала закричал, хулиган! Кто-то встал и ушёл, остальные сели и слушали. И вот то, что он читал, то, как он читал. И я ходила по следам его, и поэтому москачка для меня оказалась, с этого мгновения, мгновение для меня оказалась москачка. Думаю, что ты про неё знаешь? Ты живёшь всю жизнь в этом районе. Ты про неё ничего не знаешь. Потом бабушкины слова. Ну, это же открытие, что Маяковский был в этой церкви. И что он вообще в церкви не имеет никакого отношения. Да, то есть я нигде этого не встречала. Рита, это очень просто. В московском районе есть таверна. Нет, нет, была. Таверна Волга. Трактир Волга. Куда приезжал Фокин со своим балетом, куда приезжали все практически русские, Шаляпин там был. Шаляпин же такой жидноватый был. Говорит, ну, пусть для вас воробьи поют бесплатно. Однако он залазил наверх на этот домик и орал там, и пел, и там москачка сидела, слушала. Туда приходили все практически известные люди. И Маяковский в том числе. И это, конечно, не было без алкоголя. Ну, я так думаю, потому что я не могу сказать, почему. И, конечно, было тоскливо. И когда человек выпьет, его, конечно, разносят. И, конечно, от церкви-то находится недалеко. И где плакать? Где заплакать? Где вот это все? И вот он был в этой церкви. Но написано было так красиво, что он молил помочь ему избавиться от этой боли, которая называется Лили Брик. Потому что он и любил, и не понимал. Я думаю, что тут очень много чего. Но мы можем это только догадываться, потому что это мог сказать только Маяковский. Но факт пребывания там был. А дальше начинается вот этот клубочек, когда ты его разматываешь, разматываешь. Потом ты думаешь, сказать это или не сказать. Да, тоже же есть такой факт. Можно не сказать. Кто-то скажет, вы знаете, ну вот вы там соврали. Послушайте, даже если я соврала. Ну что значит соврала? Есть версия такая. Но даже если это так, то это Владимир Владимирович Маяковский. Через пару-тройку лет наши дети не будут знать даже имени этого. Поэтому, когда я веду, я говорю, вот давайте здесь о Маяковском. А ты думаешь, не будут знать дети? Я почти уверена. Я даже не могу вам сказать, какая боль. У меня очень хорошие студенты. Они действительно моя любовь. И у меня очень много связано с ними. И сложности, и всего. И я иногда плачу. Потому что я понимаю, что они не слышали, что такое Евгений Онегин. Студенты, не школьники. Ну, они заканчивают девятый класс, десятый. Они не знают. То есть взрослые. Взрослые. Ну, ладно, да, Евгения. Когда ты начинаешь читать девочкам, говоришь, девочки, объяснение в любви. Женщины, это так классно. Они говорят, а где это? Я говорю, ну, вот так, читаем. Там письмо Татьяны. Многие не слышали этого. Рита, а уж слово Маяковский. Есть очень начитанные дети. Очень. Но их очень немного. И это от родителей идёт. Но наши дети могут этого не знать. Поэтому ты по городу ведёшь, Рита, и говоришь, вы знаете, вот здесь стояла. А ещё вот этот стереотип, что нужно сделать идеальным поэта или писатель, они идеальны. Они не идеальны. Он верил в революцию, и он шёл в церковь. Ничего нет такого идеального. Мне говорят, ну вот, расскажите что-нибудь о себе. Ну и что ты будешь? Лариса. И 63 года, ты говоришь, когда хорошо выглядишь. А когда выглядишь плохо, ты лучше вообще ничего не говоришь. Не могу не задать вопрос. Вот ты сказала, что дети не будут знать, кто такой Маяковский. Сейчас уже не знают письмо Татьяны. Но ужас, а что будет теперь, когда эти уроки русского языка и литературы у наших детей в общем-то вообще будут изъяты? Я думаю, что да. Я не знаю. То есть на школу там надежды будет никакой? Это только тогда семья? Семья. Здесь именно русские дети в Латвии. Русские дети в Латвии. Но у меня был такой пример. Я не очень хотела частным образом преподавать литературу. И пришел ребенок из латышской семьи, из очень обеспеченной латышки, блистательной мальчишки, который учился в стокгольмской школе. Я не называю имени, но. Он пришел и мне сказал, возьмите меня, я хочу учиться, я хочу русский язык знать. Я говорю, а для чего тебе это? Не для бизнеса. Я хочу прочитать в подлиннике Анну Каренину. И этот мальчик, если он слышит... Есть и будут такие. И он пришел и учился, и учился, хотя ему надо было больше там что-то другое учить. И мы с ним говорили и про воскресенье Толстого, мы говорили про какие-то вещи. Он говорит, я хочу это знать. И у меня сидят дети русские, и в этих русских группах сидит один латышский ребенок, обожая его. Вот такими большущими глазами смотрит, и ему хочется знать. Понимаете, я не против того, что здесь мы должны говорить на латышском. Да не в латышском языке дело. Культура должна быть за языком. Большущая культура. Но ее нет такой культуры, как русская культура, или как французская культура. Неважно. Но это не трагедия. Но это не трагедия латышского народа. Я когда рассказывала латышам про Латвию, я до слез рассказываю, потому что это люди на этой земле живущие, и которые плачут, не любят Ригу. Вот у меня был такой пример. Не любят Ригу, потому что Рига построена на дубах. Сваи дубовые. Дуб, впитывая влагу, становится тверже железа. А Рига стоит на воде. И вот эти дубы вырубали в поселках, где люди обожествляли этот дуб. Дубы кормились, дубы спасают и того, и другого. И это символ для них, это бог для них. И эти дубы, сваи, вбиты в дома, в шикарные дома. Знаете, как у латышей внутри. И эта нация другая, уникальная от земли. Вот это надо преклоняться перед этими людьми. А как же Венеция вся стоит на деревьях? Ну, Венеция стоит на русских лиственницах. Извините. Венеры России. Я не могу не встрять, потому что вот буквально вчера прочитала информацию одну, перед этим другую, что это общая проблема. Это же не только здесь, у нас мы теряем это всё. Преподаватели, принимающие экзамены в МГУ на филологический факультет и во ВГИК они пишут о том, какие приходят студенты, которые не знают никаких основ. То есть всё хуже, хуже. И они идут поступать. Это целевое такое вот направление. Рит, ну понимаешь, это не важно. Ну не знают они. Да, ну вот такое тоже надо принимать, что вот такая обильная информация, которая у них есть, им надо знать, откуда что взять. Это основы-то какие-то надо знать. Но не знаю. Не знаю. У нас школа была тоже очень разная. Мы очень много чего знали. Любили ли? Ну если человек идёт на филфак, он всё-таки должен, наверное, как-то... Ну он будет учиться в университете. К сожалению, раньше могли учиться в школе, получить уже почти университет. У меня была великолепная учительница. Вот. А не знаю, просто понимаешь... Мне кажется, глобально все ударились, вот от литературы уходят. Сейчас начинают приходить. Ну вот слава богу. У меня вышел один мальчик такой, и пьёт, и курит, как сапожник, и вообще ведёт себя как бы... Ну даже не назову, но он точно знает, что я это о нём говорю. И вдруг встаёт, так и говорит Бродский, пилигримный, и читает. Блистательно. Во Франции, в Париже. Супер. Встаёт и читает в Париже. Вот это внушает доверие. Мы не безнадежны. Давай, пожалуйста, про твои фильмы. Вот ты начала, говорит, я бы сняла такой фильм. А мы знаем, что уже есть у тебя фильмы. Ну, я скажу тебе, надо быть таким трезво мыслящим человеком, чтобы сказать, что это фильм или не фильм. Фильм, я один видела. Просто, ну ты видела вот такое уже, что-то там и выворачивала. А впервые, вот когда мне пришло в голову, я увидела Майю Апеня, которой нынче её нет. Она умерла, вот буддистка, актриса, читающий человек. Я увидела возле оперного театра женщину, которая сидит там на склоне этого канала, сидит басы и ноги, большие, большие, худющие басы и ноги, белое платье, гитара в руках. И она что-то там поёт. Поёт про лачплесис. Поёт так, что у меня просто... Я подошла к ней и сказала, вы не хотите... Могу ли я вас снять? Я сказала. Она посмотрела на меня и говорит, а вы уверены, что вы этого хотите? Я говорю, да. В общем, я с ней три месяца я снимала её. А потом я складывала в какой-то фильм. А смысл всего заключался в том, что она большущая, хорошая актриса. Реально, настолько хорошая актриса. И тюз закрылся в своё время. И она говорит, я вот тогда помню это своё состояние. Закрылся тюз, и я иду, и понимаю, что я иду в никуда. Что у меня больше нет моей любимой работы. И вот я снимала этот путь её от вокзала к театру. И вот это был фильм. И тогда я увидела Серёжу Шнурова, например. А он приехал, по-моему, с Вягинцева в какой-то фильм. И я говорю, вы мне очень нравитесь. Вы не могли бы сыграть в моём фильме. А он идёт по красной дорожке в театр. А я стою вот так, с камерой, что-то такое там. Он мне говорит, быстро, телефон. Я ему свой, он мне свой. У меня на камере его был записан. Но он позвонил мне раньше. И он приехал, и мы сели в центре города пить пиво, разговаривать. И я ему сказала, мне нужно, чтобы вы сыграли мне. Он говорит, что? Я говорю, не знаю. И тогда ему... И фильм назывался «Ангел плюс-минус». И Серёжа должен был выполнять одну функцию. Я даже не знала, что ему сказать. Он должен был сыграть ангела-актрисы. Вот он за спиной, у неё всё время ходит. И он ей говорит, ты всю жизнь играешь любовь. Ты всё время говоришь о любви. А ты любил когда-нибудь? Ты вообще знаешь, что это такое? И такой один из его моментов. Он там сидит, сетует на жизнь, что люди не хотят любить. Это трудно, это им больно. И он садится на унитаз. Это его, собственно, была мысль. Дёргает туалетную бумагу. Говорит, люди, туалетная бумага. И ничего больше. И дальше он идёт в отель. Там один отельчик. Поднимается по лестнице вверх, на крышу. Поворачивается. Говорит, ангелы здесь больше не живут. И читает твоё стихотворение. Да, я была потрясена. Падают на газон сотни ангелов. Я сейчас вылетела, у меня есть головы. Небо так не вовремя протекло. Скажи, пожалуйста. Ну, я не помню его стихотворение про пасших ангелов. И собираю этих ангелов, которые лежат везде. И вот, понимаешь, вот эта ситуация, и он прочитал, и он поднялся по этой лестнице, и ангелы здесь больше не живут. И она плачет, она стоит там. И вообще, ну, просто мне хотелось снять человека. Мне хотелось снять человека. Уникально. Я показала этот фильм, тогда ещё был Овечкин, вы помните, наш болерун, который умер. Вот он тоже смотрел, он говорит, давай и про меня что-нибудь сними. И я готова была, и поснимала кусочками, и потом. Это вот фильм о том, что такое жизнь. Вот мне это было интересно. Там лучше или хуже. Ну, знаете, девочки, чудо, Рита есть чудо. Она стоит в воде, холодно, и плывёт тряпка какая-то там по воде, белая. Она её так вытаскивает, вот так, знаешь, и вдруг ветер, обдувает эту тряпку, и получается такой парус. Она его ставит как-то вот так сюда, получается фата. Потом парус, потом что-то ещё. Что-то с этой тряпкой происходило. Я только думаю, Господи, Господи, помоги мне, только чтобы камера, чтобы я очень неопытная была, и чтобы ничего не случилось. И я это сняла. И я помню эти чудеса внутренние. Я была благодарна Богу, что у меня это получилось. Помогали очень многие. Поэтому кино – это то, что ты чувствуешь. Понимаешь? И то, что у тебя болит. И его не все будут смотреть. Оно не всем надо. Ну, это нормально. Все же не могут быть одинаковы. Да, но это… Уже все разные. Ну, люди тоже все разные. Умение оценить это, умение понять это, вот это смысл бытия. Ну, вот спасибо тебе большое, что ты даешь возможность людям прикоснуться и через себя почувствовать какие-то очень важные вещи. Я про искусство сейчас. И скажи нам, пожалуйста, у нас уже программа заканчивается, осталась одна минута. Опять ничего. Ну, очень ничего не успели. Продолжать придется. Скажи нам, пожалуйста, что такое любовь? Это все. Любовь – это, прежде всего, это ты сам. Вот если ты сам, любовь в каждой клетке, печень, почки, глаза, уши, все. Если ты сам, любовь, то ты ничего другого в мире не можешь принимать, не понимать без этого. То есть вот ты сам – это любовь. Еще раз, Лариса, напомни, в первой части программы ты дала нам определение Бога и определение счастья. Бог. Бог для меня однозначно – это вдохновение. И счастье? И счастье для меня – это познание. Ну, вот эти две вещи – это точно выросли. А любовь – это ты сам. А любовь – это все. Без этого ничего не существует. Вообще ничего. Ну, вот видишь, какие три важные вещи. Как-то они выросли. Как-то я прямо… Личное утро с Ларисой Сумбаевой удалось. Ну, уже не знаю, как удалось, но мне было очень приятно, потому что это важно для меня. Ну, как ты сказала, открытие. Открытие сделано сегодня, но для нас с Олей сделано. Ну, для меня тоже сделано, девочки. Потому что кому-то интересно услышать мысли другого человека. Понимаешь? Это же тоже очень… Это открытие. Ты приходишь в 8 утра. Я встала в 6. Долго очень прихорашивалась. Очень долго. Потом думаешь, что ты прихорашиваешь? И шла и думала, что ты хочешь сказать. Вот эти три вещи, они для меня очень важны. Спасибо. Спасибо нашим радиослушателям, которые тоже были с нами. За терпение. Все приобщились. Да. И с очень таким… Я даже не знаю, как это настроение назвать. В общем, личное утро удалось. Спасибо Ларисе Сумбаевой. И спасибо всем, кто был с нами сегодня. Хорошего вам всем дня. Хорошего вам всем дня, потому что было прекрасное утро. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.